Положительная динамика цен на нефть марок Brent и WTI поддерживает российский рубль. Ситуация не изменится, если в Индии не ухудшится эпидемиологическая обстановка. Но пока все идет на пользу российской валюте. А вот дальнейший ход действий будет зависеть от новостного фона. Сегодня нефтяные цены стабильны после роста в предыдущую сессию. И в понедельник, и сегодня котировки нефти Brent растут в цене. Сейчас сырье торгуется по 68 долларов 20 центов за баррель. И текущий уровень цен предположительно сохранится. В частности, Европейская комиссия выдвинула вчера предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС. Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть. Между тем ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Это не только угрожает восстановлению спроса в стране, которая является третьим крупнейшим потребителем нефти в мире, но и дает понять участникам рынка о рисках, связанных со спросом. В ближайшие два дня ожидается диапазон цен на нефть марки Brent от 67,5 до 69 долларов за баррель. А вот американская нефть WTI предположительно будет торговаться в диапазоне от 64 до 65,5 долларов за баррель, пока ее котировки растут и находятся на уровне 65 долларов 15 центов. В то же время российский рубль прервал укрепление и сформировал дно на отметке 74,20. Торги идут на невысоких объемах после выходных дней. Пока прогнозируется диапазон цен от 74,20 до 76,20 за американский доллар. В частности, на укрепление влияет рост котировок нефти и отсутствие негативного новостного фона на международной арене. Похожую картину показывает и рубль в паре с евро. Здесь торги во вторник ведутся на уровне 90,30, но предположительно до завтра диапазон торгов составит 90,05-90,35. Мы видим, что сегодня рынки находятся в ожидании новых импульсов от новостей. Например, сегодня во второй половине дня мы узнаем объем недельных запасов сырой нефти по данным американского института, а завтра будут опубликованы данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за апрель. Мы продолжаем следить за ситуацией и не пропускаем ничего важного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова